почему не так красим ребят скажите почему так фотошопе же легче по-другому ребята нет потому что потому что у нас форма мы рисуем по форме если у нас есть пошла вот эта форма то мы рисуем только по форме вот потому потому же самому как я вот и вам рассказала единство вот это вот все разделяет у нас блик вот этот он идет нас ну как бы металл подразумевает собой вот это я щас пытаюсь и нарисовать вот указать у света вот эту вертикаль чтобы точно понять на границу что сейчас вот точно он было видно видно уже но это что я вам рассказывал холодная теплая пол холодная и теплая и там еще опять холодная вот принцип вот живописи он и заключается в том что у у нас есть теплая бумага и холодная вот предмет ну как бы мел поставим блик вот сюда будет ли он форма оказаться нет то есть это да это тоже самое неумелая вот я вам объяснил но как пользоваться вы вы не наученная то есть для вас там должна быть четкое понимание формы то есть где там она идет поэтому важный рисунок что там будет и именно на это место нужно поставить этот блик когда он будет на своем месте она сама завертят завертится то есть самое главное то есть вам не обязательно рисовать шар если вы нарисуете тень и поставите блик больше чем можно и не рисовать в принципе но это будет детализация до детализация она вот как раз и складывается за этих форму то есть все согласно цели то есть если мы цель ставим если она ведет как бы создание вот это решение этой постановки то мы это делаем если нету надо отсекать мало того это даже не ведь закрывать на это глаза так что нужно делать самого начала это заложить основа что у нас подходит цвета разделу почему именно вот так вот сделано прямо стене определил потому что мы в да был в этом когда же человека рисуем мы же как бы и стенями внутренними правильным там же тени есть и все 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 остальное и мы для нас как бы уже становится форма более понятно то есть мы когда она уже от нас никуда не денется но мы форму все четко понимаем вот это у нас зона света допустим это он так и есть цвета локальный вот остается нам построить построить рефлекс который определяет и все остальное нам нужно понять где допустим эти света вот эти вот да вот все собственно и вот рефлекс это за зона где у нас зона вот она зона по полоте полоте неправильно вот мы берем что вот это и самый светлый да что мы здесь делали мы здесь четко поделились с локальным тоном вот первое что мы нарисовали это наш первый этап мы покрасили все весь персонаж локальным тоном вот после этого мы определились в зонах зонах где обобщается свет ну падающий тон и падающая тень а потом света раздела да все а потом мы только подкорректировали места для вот этого все но почему не так красим ребят скажите почему так фотошопе же легче по-другому ребята нет потому что потому что у нас форма мы рисуем по форме если у нас есть пошла вот эта форма то мы рисуем только по форме вот потому потому же самому как я вот и вам рассказала единство вот это вот все разделяет у нас блик вот этот он идет нас ну как бы металл подразумевает собой вот это я сейчас так это у нас блик есть там вот только я вот сейчас вот делал вот эти вот вот у света вот эту вертикаль чтобы точно понять на границу что сейчас вот точно вам было видно видно уже спасибо вот 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 Продолжение следует... И остается... Продолжение следует... 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 То есть небольшими средствами выразительности И вот это далеко не живописные материалы Это вообще графические материалы Но по ним легче и проще мне даже и этим можно вам рассказать У меня их просто как бы более нагляднее И более оно как бы по полочкам Ну то есть как формула Если я вот эта зона полутени, допустим Вот это у меня зона, скажем, блика Блика и здесь же есть металл Вот и я как бы вот здесь вот сразу темным Вот суть металла То есть блик, он прямо вот совсем рядом Вот металл Вот это вот получается что-то серое Вот это вот, можно сказать, холод, холодный Который вот минус У нас плюс, минус В общем там где-то что-то как-то Вот это вот мне Полутень Полутень? Ага, да, полутень Полутень? Ага, да, полутень Она как бы Мы подразумеваем, что там есть полутень Но она как бы Но вот эти вот нас Вот это вот Мы же не говорим тут здесь зона света Но здесь металл И он как бы вот На и дает нам Кардика Вот мы создаем эстетику То есть этого как бы материала Металл металла получается у него должна быть вот это Если на коже у нас от перехода получается от теплого и холодного Но все равно получается как бы от светлого к темному Ну так переход Здесь там будет какая-то контрастность на блике Вот она сразу же Я все Да А потом идет у нас скрадывание Ага Скажем так Можно это как бы скрадывать на каком-то определенном уровне Когда мы не перейдем Этап детализации То есть мы не переходим пока в сторону детализации Пока То есть мы не начинаем там вот это вот делать Там вот эту зону Вот Чтобы оно не спорило нам с этим С главным То есть если мы тронем Значит нам нужно все добавлять Сразу же автоматически Иначе мы запаримся Что мы здесь сделали И начнем Приблизим зону И начинаем работать над этим куском А нам надо целое все решить Все Поэтому одинаково Потому что если мы перейдем другую стадию Каком-то в чем-то Вот Потом разделили Допустим нас Сфокусировали внимание здесь Как вы думаете Мне нужно вот это прорабатывать Так же самое и здесь Нет Она что-то выходит в плоскость Такую же Получень какую-то Да Мы выделяем эту зону Лассо Скажем так Нам единственно важно Будут блики Которые поставлены будут На нужном месте Но по сути мы берем Вот и это все превращаем В единую массу Грубо говоря заливкой Прям ты И залили Для чего нам эта заливка нужна Ну она выделяет одну плоскость Чтобы там не было Радных переходов Получается это Когда вы нарисовали шаг на плоскость Где разделяют То есть Вы просто одна плоскость Смотрите В любом случае Нам всегда нужны Локальный тон То есть мы Для нас первоисточник Это Лайнард И локальный тон Но локальный тон У нас и постоянно изменяется То есть Как бы Предмет то не изменился А плоскости Вот эта вот Вот форма Вот мы поделили ее Там Вот на вот На эти вот Штуки И это по сути Говоря Грубо говоря Это зоны Вот Это полигон Если 3D модель И она повернута По разному К источнику света И для нас Как это Нам не нужно Здесь градиенты делать Правильно? Это уже лишнее Нам нужно понять Для себя Вообще На месте он или нет Ну то есть На первых стадиях И очень важно Иметь границы Вот этого всего Чтобы не было Мешанины Как вот я У замыльности Понимаешь? Вот Это вот адресно Адресно Прямо Вот И для этого Должны четкие границы Этого зоны Они поймутся тогда Когда вы Одновременно будете Вести всю работу В целом Поэтому заливка Они есть Которая размажена Програница Да Вот Она может стоять Еще пока Не на своем месте Еще Но вам Главное Поможет Локальный тон И Как его Лайн-арт Который сделан Там вообще Просто заранее Вам можно Там экспериментировать Как говорится До потери пульса Но Как говорится Пока вам Не объяснят систему Если вы систему Поймете То есть зоны Все Плоскости И вам подсказка Лайн-арта Есть Вы прямо Выделяете Все ее И погнали То есть вам Нужно Фактически Вот это вот Подкорректировать Зоны Вот И Вот эту Разницу Сделать И Чтобы она У вас Точно села После этого Когда вам Понадобится Поставить Блики Блики Они могут быть Рассеянные Ну как бы От других Источников Света И Они Превращаются Уже Не в тот Раз Два Три Тон А это Рефлексы Скажем так Которые Вот здесь Вот бывают И они Могут Рисующие Элементы Которые Вот Там Рисовывают Это Уже Как Скажем Насколько Почти Приближены К Тени Но Они Имеют Другую Природу Природу Направленности И они Точно Характеризуют Вот эти Штуки И И они Не должны Вырисовывать Прямо Все элементы Полностью Это Могут Быть Одни Какие-то Встроенные Чуть-чуть Мазки Ну как Все Которые Издалека Могут Только Понимать Что Там Что-то Есть И Этого Достаточно На Шарике Рефлекс Точка В одном Месте Находится Блик Да И там Шарик Блик И все Знаете Что Являет Определяющую Роль Вот Этого Блика Сторона Максимально Патерникулярная Источник Да Это 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 Форма Да То есть Если Мы На Шарике Поставим Блик Вот сюда Будет ли Он Формой Оказаться Нет То есть Это Прикольцы Как Паутей По-другому То есть Источник Отсюда Да Это То же Самое Неумелое Вот Я вам Объяснил Но Как Пользоваться Вы Не Наученные То есть Для вас Там Должно Быть Четкое Понимание Формы То есть Где Там Оно Идет Поэтому Важный Рисунок Что Там Будет И Именно На Это Место Нужно Поставить Этот Блик Когда Он Будет На Своем Месте Она Сама Завертится То есть Самое Главное То есть Вам Не Обязательно Рисовать Шар Если Вы Нарисуете Тень И Поставите Блик Больше Чем Можно Не Рисовать В Принципе Блик 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 Субтитры создавал DimaTorzok